Как и есть, так они и стояли дома, вот эти все стояли, семьи были, много семей было. У нас был богомистр, это как его, Большакова, дядька хороший был. Он был из наших? Он из наших был? До Кивана Большакова отец был, богомистром. То есть здесь правление было бурганистом, они сразу свою власть восстановили. Из числа жителей деревни. И он здесь руководил под руководством, ну уже возглавляли немцы, а он руководил от местного населения. А сколько вам было лет, когда началась война? Мне было 16 лет. Про сестер, расскажите, сколько каждый было, и как вы оказались в партизанском отряде потом? В партизане, а в партизане я как, в 43-м году у нас всю молодежь немцы добирали в Германию на работу. А мы были связаны с партизанами, с разведкой. Мы сведели, туда к нам проходили партизаны, давали нам задания, и мы выполняли. А как они вышли вот к вам? Подождите, а забирали нас, как, по годам. Начали брать 24-й год, 23-й, потом 25-й и 26-й. И у нас в деревне, в Муменом, было много с 26-го года детей было. И мы тогда партизанам сказали о том, что немцы мне надо в Германию ехать. Ну и мы ушли у себя в партизану. Не спешите. Как вы узнали о том, что забирают на работу в Германию? Немцы это говорили или уже партизаны сообщили? Нет, кто пришел и сказал, что вот... В коммендатуре у нас Бышаков, чем это заворачивал. То есть у него были списки. И у нас в деревне стали забирать. 25-й год. Рождение южа с 25-го года. Ивана Алексеева дочеку забрали, Аудейенко, Женьку с 25-го года. А я была с 26-го года. Мне, так как уже надо было ехать, повестка Бышаков принес повестку. Люди были забирали для работы в Германии. Окей, окей. И тогда они были в контакте с партизанами? Или были в контакте раньше? А вы наладили контакт с партизанами до того, как начали забирать людей в Германию или после? Да, да, нет, нет, до того. Мы 16-ти лет с партизанами. Как только партизаны появились, они к нам пришли в деревню, и нам давали задания. Листовки разбрасывались около немецкого гарнизона. Кроме листовок, что еще не было? А что они еще просили? Какие задания еще, кроме листовок, они давали? Кроме листовок. Ну, задания большие были. Соль надо было партизанам. Там соли совершенно не было. Меняли. А, подальше сейчас расскажет она вот про соль. То есть в партизанских отрядах дефицитом была соль. И они забирали коров в партизанский отряд. Там делали масло. И потом нам привозили вёдрами масло. Привозили вёдра. Которая была там с опилками даже. От листвы. Они очищали это всё. Шелуша от ёлки. Убирали. И несли на базар, меняли на соль. Делали полкилограммчик от того. Вот такие вот пакетики. Резали на кусочки. Продавали на рынке. И потом сведения давали. И передавали в партизанские отряды. Где войска продвигались. Вот в Боровуху, в Первую Боровуху. Сколько войска. Так что работы было много. Куда мы поедем, вот потом, в Первой Боровухе. Там был немецкий гарнизон. Да, большой-большой гарнизон. Там пленные наши одушили. И советские военнопленные были. И когда было передвижение немцев по территории, они передавали сведения в партизанский отряд. Моя сестренка, 28 военнопленных, ночью выбила партизаны. Надежда Жигулёва, Надежда Жигулёва, Швестер. А как она это сделала? Они были плены во Второй Боровухе. Они работали, и там их было очень много. Они работали, и там их было очень много. И там они через проволоку, проволочное заграждение, как-то пролезли. 28 человек пришли к нам в деревню ночью. И сестра им показала дорогу, как идти. То есть они сбежали, она их сопроводила в партизан. А как вы потом попали в ст. Нади уже вместе в партизанский отряд, вот когда она взрывала поезда, ходила? Мы, когда наша деревня, не надо мне ехать, было в Германию, 26-й год забирали. А у нас там в Мумино, в деревне Мумино, много было в 26-го года. Много детей. И мы ушли, связались с партизанами, они к нам пришли. Было 80 разведчиков, забрали коров, одежку какую мы могли на себе, соли там нам заказали много брать. И вечером пришли, мы уехали. А на утро приехали немцы и нашу деревню еще сожгли. Даже все Мумино, все, даже и туалеты все были. И все, даже и туалеты, все были. В отместку из-за того, что много ушло в партизаны, то есть вот мы где проезжали, а потом покажу, возле озера, называлась деревня Мумино. Километр отсюда. И на следующий день в отместку все дома здесь не трогали, а там все дома сожгли немцы. А здесь, благодаря бургомистру, деревню не тронули. А партизанский отряд находился в Рассонском районе. Деревня Клястицы. То есть вы туда пешком или вас на подводе довезли? Нет, нет, пешком мы шли пешком. Где-то километров 40 пешком они туда. Ну, молодежь забрали нас сразу в отряд. Молотовский отряд, сталинская бригада. Назывался отряд Лени Молотова. Сталинская бригада была. Сталинская бригада. Ну, а население у нашего деревенское по домам местного населения, там их на квартиру пускали, понимаете. Распределили их, что партизаны не могли взять. Там маленькие дети были, пожилые люди. Их все оставили по квартирам. Там в Клястице? Да, в Клястице. А немцы вот где находились в то время? Немцы там не находились. Рассонский район был вообще освободен. Не пускали. Не только самолетами бомбили нас. А и Освейский район. Сейчас, секунду. Значит, в то место, где находился партизанский отряд, немцы туда не попадали, потому что было большое скопление партизан. Да, не пускали. То есть, они находились вот на хране железной дороги в Полоцке. И 10 километров отсюда – это Барауха, где мы сегодня будем. Как это назывался город, куда отправляли людей, где 40 километров пешком шли? Это партизанская бригада, деревня Клястицы. Клястицы. Рассонский район. И вы остались там потом, в Клястицах? Да, нет, мы в Клястицах остановились, и пошли в отряд. Нас забрали отряд, в лесу стояли. А потом жили там. Выходили, Надя моя, я, ну вот и вот. Нас взяли в эту, как вам сказать, в спецгруппу подругников. Да, и ходили на железную дорогу Дриса. Вот теперь как она называется? Мы ходили на железную дорогу, делая движение против немецких эшелонов. То есть в том районе протекает река Дриса. Да, и там железная дорога проходит, там сильно... И отдельная ветка железной дороги, ну, нет, а еще одно направление, по которым ходили немецкие эшелоны. И вот Швестер участвовала непосредственно во взрывных операциях. А здесь вот когда взрывали, Надя взрывала тогда? Надя здесь, да. А никто не считал, сколько взорвали? А? Никто не считал, сколько взорвали? Нет. Что ж руководство считало, они-то не считали. And what did she do? She said she had been involved, but what does it mean? А вы чем занимались? А? Вы чем занимались? А я чем занималась? Вначале, как еще такой маленький, ну, небольшой возраст, небольшой, брали на кухню, на кухню брали, картошку чесили, поварам помогали, такие девчушки. А потом, когда соединились с Красной Армией, в 43-м году немцы начали наступать на партизанские районы. Мы пошли отступать. Партизаны все пошли отступать. Соединились с частями Красной Армии, с фронтом. Ну и потом партизаны сразу, мужчин, взяли на фронт, сразу на фронт. А нас в армию приняли присягу, приняли присягу, и сделали с нас трофейный батальон. And we were united in the separate part, like of the army, the unit of the Red Army. И мы сразу и шли за фронтом, недалеко от фронта. У нас было 360 женщин. Ну вот это самое. Мы с чего подбирали, у нас были подрывники, которые танки взрывали всю оружие. А мы грузили на машину, машины подъезжали, и это металлом, поезда, вагоны. А потом, видимо, на переплавку их отправляли. Да, в тыл, в тыл, на это самое. Как и документы мы отдавали, это самое. We collected different documents of German soldiers. И хоронили их там. Buried the bodies. Так я прошла до Германии. В Германии это вот Белау или как это вот, порт большой. Мы там остановились. With this? Germany. Yeah. She went in this unit. Yeah, okay. They went till the German border. Okay. Ну, в Германии немножко, и мы там месяца, наверное, пять были. We stayed about five months in Germany. То есть потоки машины регулировали, регулировщица. Регулировщица, да. She worked as a road police. Да. И вот там войну я закончила. А тетя Надя где была тогда? А Надя еще была, мне по здоровью, по состоянию, сердце мне было немножко барахлило от тяжелой работы. Меня перевели в регулировщицу батальону. А Надя оставалась в своем, и Надя с армии пришла на две недели позже. Так что ты Надя тогда чем занималась, когда вот в армии было? Надя так и трофеем там и сделала. В трофейном батальоне и осталась? Да, да, да. Там же столько было металл, бомб, еще это самое.